О проблемах с GPS-сигналом на самом севере Норвегии первым в начале ноября сообщил норвежский сайт Barrens Observer. А подобно в Норвегии писали и полгода, и год назад. Тогда норвежский министр обороны считал это побочным эффектом, мол, Россия глушила GPS у себя, рядом с границей, в рамках своих военных учений. Ответ норвежского министерства иностранных дел изданию Barrens Observer был коротким, что они не хотят комментировать содержание их разговоров с российскими властями. На этот раз учения проводил НАТО. В них участвовала и Финляндия. 9 ноября о помехах в GPS над финской территорией сообщила финская Юле, на что отреагировал местный премьер. Технически весьма просто помешать радиосигналу в открытом пространстве, и, возможно, за этим вмешательством стояла Россия. Проблемы с GPS на несколько дней стали в Финляндии самой обсуждаемой темой. Премьер-министр Сипеля указывает на Россию. Россия отрицает. Помехи в работе GPS не были опасны для полетов. Помехи распространились на Лапландию в ходе военных учений НАТО. Россия под подозрением. Президент не нестер. Вмешательство в работу GPS необходимо расследовать. Россия отрицает гушение GPS. Источник помех вряд ли будет найден. Идет подготовка к защите от подобного в будущем. В сигналах GPS, пилотировании самолетов, связи мало кто разбирается. И главной темой обсуждения, конечно, стала не техника, а политика. Емкая формулировка главной газеты страны. Россия дразнит, Финляндия реагирует. Здесь важно не только содержание, но сам факт. Заявление премьера Финляндии. Финские политики не то что пресса. Обычно сдержаны во всем, что касается России. Если премьер выступает с такими заявлениями, есть основания предполагать, что у него больше средней, чем были озвучены публично. С другой стороны, посмотрите на европейских лидеров. Терезу Мэй, Ангела Меркель, Макрона и других. В последнее время идет весьма откровенный разговор о гибридных угрозах и прочих вмешательствах со стороны России. После оговорок, что Россию прямо никто не обвинял, следующий вопрос все же. Если GPS помехи устроила Россия, чего она добилась? Конечно, это зависит от того, какое останется впечатление. Если такое, что Россия преуспела, что ей можно точить, а других нельзя, на что другие не могут ответить, это создает атмосферу страха. Но, как уже не раз говорилось, не все так просто. Наконец, через полторы недели после сообщений норвежских журналистов и после дискуссии в Финляндии, норвежская Минобороны прямо заявила, что, по его мнению, российские военные нарушили работу систем GPS во время недавних военных учений НАТО в Норвегии. Андрей Шилов, Хельсинки, Финляндия. Специально для программы «Смотри в оба».